Да, у меня 6 утра. 6 утра, да. Да, ну, хорошо. Слушай, спасибо огромное, что смог подключиться. Нам очень приятно. Вот у нас сейчас на площадке в Дубае уже около 30 человек. Также московская площадочка подключена. Соответственно, очень хотим с тобой пообщаться. И ждем от тебя рассказ про этот неизведанный мир для большинства из присутствующих здесь. Новая Зеландия очень красивая, безусловно, славящаяся в первую очередь своими пейзажами страна. Но с точки зрения тех фаундеров, с точки зрения бизнеса, с точки зрения инвестиций очень мало изучено. Поэтому спасибо огромное, что ты согласился принять участие в нашем диалоге. Мы хотим с тобой пообщаться. И у нас изначально с тобой вели переговоры Александра и Алина. Сейчас вот Алина у нас на связи. Она хотела большое отступительное слово. Алина, сможешь подключиться? Денис, слышно? Все в порядке? Все нормально? Да, отлично. Отлично. Так, ну я тогда включаю звук. Ребят, я попрошу вас немножко переориентироваться в сторону экрана. К нам сейчас подключится очень интересный специалист. Мы в этом году изучаем весь мир, вот так вот шагая от страны к стране, от региона к региону. Мы уже подробно обсуждали Индию, мы уже подробно обсуждали рынок Ирана. Вот. И сегодня у нас есть уникальная возможность изучить, ну или по крайней мере познакомиться с рынком Новой Зеландии. Денис смог подключиться к нам, еще раз повторюсь, в 6 утра в Новой Зеландии. Это уже достижение, уже за это огромное спасибо. В воскресенье, в 6 утра у нас. Да, да, да. Вот. И мы с удовольствием, с удовольствием готовы тебя послушать. Но перед тем, как передать тебе слово, хотел бы передать слово Алине, которая вела с тобой общение. И мы очень рады ее видеть хотя бы так, вернувшись нам. С небольшого больничного, но вот с очень веселой улыбкой. Алиночка, пожалуйста, тебе слово. Да, Алина, мы тебя поздравляем с выздоровлением. Да, всем привет. Супер, супер, спасибо. Слышно ли меня? Слышно, слышно. Да, все, все отлично, друзья. Рада всех видеть. Я хочу дать очень краткое интро, как я вообще узнала о Денисе и о его проекте. У нас в гостях некоторое время назад был Игорь Шайфот, легендарный венчурный инвестор из Долины. И, собственно, у Игоря есть канал Стартап Котики, куда приходят разные очень классные люди. Если не смотрели видео оттуда, то смотрите, они интересны. И вот, собственно, я наткнулась на совместное видео Игоря и Дениса. Мне видео очень понравилось, потому что, во-первых, оно очень смешное, и видно, что фаундер харизматичный. А харизматичный фаундер, который умеет говорить, это же находка для модели мира, лучший спикер. Поэтому я более подробно изучила биографию Дениса, позвала его к нам. И, собственно, я сейчас хочу попросить Сашу. Саш, можешь, пожалуйста, показать ребятам буквально первые 30 секунд из вот этого совместного влога Дениса и Игоря? Потому что мне кажется, что они отражают миссию модели мира и вообще того, как должны выступления фаундеров происходить, какие цели преследовать. Наш чат, она на Facebook. Люди требуют цифр. Люди требуют цифр. Так, нет у нас видео, да, Саш? Ну, ладно, я не буду тратить драгоценное время. Передаю слово Денису, он нас будет рассказывать про бизнес и инвестирование в Новой Зеландии. Экзотичная классная тема, сейчас все узнаем. Алина, а можно тебя попросить потом скинуть ссылочку на это интервью, потому что ты заинтриговал, и мы очень хотим его посмотреть, действительно о нем не слышали. Поэтому скинь, пожалуйста, в общую группу потом ссылку на это интервью. Спасибо. Чтобы было понятно, видео называется «Как не надо искать инвестиции» из собственного опыта. Ну что, давайте тогда начнем. Денис, мы готовы тебе передать слово. Действительно, у тебя очень интересный опыт. Ты ведешь активное общение дистанционно. На твой YouTube-канал подписано 70, почти тысяч, там, без немногого человек. Это, ну, хорошая аудитория. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось достичь этой аудитории. Это было уже после переезда в Новой Зеландию или до этого ты уже сформировал такой, ну, хороший, как бы, костяк своих читателей, слушателей, да. И, конечно, потом хотелось бы услышать цифры про Новую Зеландию, цифры про бизнес там и про инвестиции и про, соответственно, как бы тех проектов в этой замечательной стране. Давай попробуем тебе дать слово, там, ну, 15 минут, там, сколько тебе нужно рассказать. И потом мы будем задавать тебе вопросы. Поэтому, ребят, готовьте вопросы. У нас будет уникальная возможность задать их Денису. Пожалуйста, Денис. Да, всех приветствую. Всех приветствую, кто на площадке, кто смотрит онлайн и так далее. Значит, я постараюсь быть максимально краток. Пока мы готовили с Алиной, ну, Алина проводила инструктаж, как мне, собственно, нужно подготовиться к презентации, объяснили мне небольшие вводные данные, дали, да, что нужно сделать. Я сделал презентацию, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, последний раз презентацию сам, ну, то есть не своей командой, а сам я делал, наверное, лет 10 назад. Поэтому заранее, извиняюсь, я тут еще презентолог. Так, вот, но я хочу, тем не менее, поделиться с вами тем, что я тут наваял, чтобы вам было немножечко проще смотреть. Может быть, даже и интереснее, если сильно повезет. Так, сейчас постараюсь пожарить экран. Так, видно ли всем экран? Да, экран виден, Денис, все, порядка. Отлично. Значит, смотрите, начну с того, что это Новая Зеландия. Добро пожаловать. Презентация как будто бы должна быть про работу, бизнес и инвестиции, да, но на самом деле Новая Зеландия немножечко про другое. Она про стиль жизни. Это про то, что здесь можно делать бизнес, здесь можно заниматься и инвестированием, и стартапами, и так далее. Здесь можно работать, все, что угодно, но это все накладывает определенный такой флер на стиль жизни, скажем. То есть сюда едут не для того, чтобы зарабатывать деньги. Я искренне говорю, да, ну, кому я буду объяснять в Дубаях, да, если вы находитесь в Дубаях, то, наверное, вы там хотите зарабатывать деньги, что делать абсолютно логично и правильно. Вот. Сюда приезжают для того, чтобы здесь жить. Вот. А отсюда уже, возможно, что-то и делать заодно. Кратко расскажу о себе. Значит, в 2011 году я приехал из России. Вот он я молодой, красивый, еще не с такими мешками под глазами, как сейчас, еще не с такими морщинами. Вот. До 2013 года я здесь занимался тем, что учил английский сначала, потом получал местное образование, потом работал. Вот. И в 2013 году я начал свой бизнес, который называется Kiwi Education. Это бизнес по помощи людям с переездом в Новую Зеландию через образование. То есть, в принципе, все то же самое, что сделал я. Я увидел то, что этого нет, и совершенно никто не мог мне помочь так, как мне этого хотелось. Я решил это делать сам. Ну, начал из дома, вон в уголке, со своим ноутбуком и принтером. В 2015 году мы уже немножко подразвились и открыли свой первый офис в центре Окленда. из самого большого города Новой Зеландии. Команда была, у нас уже 5 человек. Вот. И потихоньку работали. В 2017 году, то есть спустя еще два года, я запустил YouTube-каналы о Новой Зеландии. У нас есть YouTube-канал Kiwi Education, мой личный YouTube-блог. Вот. И по сей день я хочу сказать, что YouTube – это наш лучший маркетинг. То есть примерно 50% всех лидов приходят у нас через YouTube. Вот. И, соответственно, и приходит подписка в социальные сети, и заявки непосредственно на сайт от наших клиентов и так далее. Все это работает таким образом. В 2018 году мы были уже одной из крупнейших компаний по образованию в Новой Зеландии. То есть мы возили уже столько людей, сколько возят как бы топ-10 компаний в стране. И мы принимали активное участие в формировании русскоязычного сообщества. То есть вот на фотографии слева я, собственно, презентую нашу бизнес-конференцию, которую мы организовывали для русскоязычного сообщества. То есть где бизнесмены из разных абсолютно индустрий собирались и рассказывали свой опыт, делились им для большой аудитории. За время, пока я здесь живу, я пожил уже в трех городах. Это Окленд – самый большой город, Тауранга – город на пляже, и Квинстаун – сейчас горный красивый город, город-курорт, где я сейчас живу, горнолыжный курорт. Значит, в 2019 году мы выросли до 40 человек и оборота около 1 миллиона. И начали конвертировать бизнес в технологические стартапы. Что это значит? Это значит, что мы увидели не только, ну, как бы в своей нише мы развились, мы поняли, как все работает, и нам захотелось двигаться дальше. Мы начали создавать свою CRM-систему, свой Marketplace, свою систему там онлайн-кабинета для клиентов, грубо говоря. То есть мы пошли немножко в технологии и начали айтишно уже двигаться. И в связи с этим я увидел, что у этого есть потенциал для того, чтобы это расширять и на другие рынки. Двигать это как следует, может быть, продавать как SaaS, допустим, CRM-систему, может быть, Marketplace просто будет разрастаться на разные страны и так далее. То есть мы пробовали разные модели, мы как бы считали, моделировали, мы очень скрупулезно подходили, мы очень много внимания уделяли нашим финансовым моделям. И к какому-то более-менее нормальному, скажем так, макету такому пришли и начали его продвигать потихонечку, начали находить первых инвесторов. Вот. Но самое интересное, что в 2019 году, в конце 2019 года, я подписал меморандум с одним крупным австралийским фондом на полтора миллиона, если мне не изменяет память, но новозеландский доллар. То есть это порядка миллиона долларов американских. Меморандум говорил о том, что в марте 2020 года мы должны были подписывать документы, должен быть сеттлмент и все остальное. Но в марте 2020 вместо сеттлмента пришел ковид. Прекрасная пандемия, которая изменила нашу жизнь навсегда и закрыла Новую Зеландию к чертовой матери. Мы больше не принимали людей вообще. А мой бизнес, естественно, зависит от того, чтобы люди сюда приезжали. Вот. Но, несмотря ни на что, мы пережили пандемию 2020-2021 и закрытие, полное закрытие границ. Новая Зеландия два с половиной года никого не пускала. Но по плану у нас были открытия новых рынков, чем мы, собственно, и занялись. Начались первые сложности с инвесторами. То есть это как раз история с этим меморандумом и австралийским фондом. Но, тем не менее, у нас были другие частные инвесторы, ангелы-инвесторы и непрофессиональные инвесторы в том числе, но которые верили в нашу идею. И мы запустили благодаря им их поддержке Австралию, Канаду, Ирландию, Великобританию. То есть мы начали помогать людям с переездом в эти страны с помощью, опять же, маркетплейса, с помощью хорошего качественного обслуживания и так далее, сервиса. Но вот в другие страны, не только в Новую Зеландию. И, соответственно, на тот момент у нас работала уже, естественно, не только Россия и страны СНГ. У нас там были и другие рынки. И Бразилия ехала к нам, и Филиппины ехали к нам и так далее, и так далее. В 2022 году мы пережили начало войны и санкции. Снова новое приключение. Чтобы более образно представить, как это выглядело, это вот 22-й год, когда у нас объявляют запланированное открытие границ в Новой Зеландии. А Новой Зеландия у нас была основным рынком, потому что мы ее прокачали лучше всего. У нас там как бы основной был кэшфлоу, все было хорошо. И нам анонсируют, что в 2022 году откроют Зеландию. Все, теперь точно все наладится. В декабре 2021 года, буквально вот когда эти анонсы начинали звучать, я подписываю еще один договор с еще одним крупным инвестором. Чуть меньше, чем на полтора миллиона. И в 2022 году мы уже видим в начале свет в конце туннеля. Все уже вроде начинается хорошо. И в этот момент оказалось, что этот свет в конце туннеля – это поезд, который просто снес нас к чертовой матери в этом туннеле. И мы вот так распластаны по нему, мчимся уже в каком-то обратном направлении. Потому что у инвесторов тоже все было завязано на российские, скажем так, потоки и так далее. И он тоже все поставил на паузу сначала, а потом и вовсе отменился. Так что крупный инвестор тоже ушел. Я сказал, что все, с меня пока достаточно. Ребята, я все понял. Два раза. Я со второго раза нормально понимаю. Мы подсократили наши мощности, скажем так. Мы сократились до 20 человек. И конвертировались пока что обратно в бизнес. То есть я осознанно принял шаг, что так, все, ладно, с инвесторами я все понял. У нас уже есть какой-то пул инвесторов. Теперь двигаемся как бизнес и зарабатываем просто деньги. Мы все переделали, переформатировали и просто начали зарабатывать деньги, что мы сейчас и делаем, собственно, по сей день. И вот сейчас 23-й год. Мы активно и растем, и зарабатываем, и развиваемся. Просто потому, что мы просто переделали модель, мы перестали рассчитывать на какой-то супербыстрый рост с помощью инвестиционных денег. И мы начали рассчитывать на то, что нужно сейчас зарабатывать, стоять твердо на ногах, и потом уже мы будем смотреть, нужны нам вообще инвестиции новые или нет. Или, может быть, мы справимся дальше сами и сможем масштабироваться. И на данный момент мы помогли уже тысячам людей и десяткам бизнесов, в том числе, найти свой дом в Новой Зеландии, ну, также уже теперь в новых странах, Австралии, Канаде, Великобритании и Ирландии. Я все это рассказал, просто было понятно, кто я такой, чем мы занимаемся, и какая экспертиза у меня имеется, почему вообще нужно меня слушать или не нужно. Если кто-то из вас после этого рассказа ушел, я вас не виню. Все на месте, все на месте, все в порядке. Отлично. Теперь ближе к делу. По непосредственным способам иммиграции в Новой Зеландию, потому что люди, которые интересуются Новой Зеландией, они рассматривают это, в первую очередь, как место для жизни, ну, и ведение отсюда уже бизнеса, там, еще чего-то. Основная, как бы, категория иммиграции в Новой Зеландию – это профессиональная, то есть это нужно найти работу по образованию своему или опыту. И тут есть несколько способов, да, то есть если вы там хороший, может быть, финансист, может быть, айтишник, может быть, еще кто-то, можете искать работу удаленно, попытаться ее найти, составив там грамотное резюме, LinkedIn профайл и так далее, да, и, может быть, подергав какие-то свои ниточки связей и знакомств, если вы работали в каких-то крупных международных проектах, в чем ищите работу удаленно. Если не получилось, переходите к плану B, приехать на языковые курсы, искать работу на месте, то есть чтобы была возможность пообщаться с работодателями уже не по Zoom, а непосредственно вживую, немножечко повышая шансы. Вот. И третий вариант – это получить местное образование, рабочую визу. Как правило, это повышение своей квалификации, то есть магистратура или там постградиут, это у нас называется диплома, то есть тоже как бы такой upscale немножко своего образования, то есть на базе имеющегося немножко повысить свою квалификацию или там переквалификацию получить, после чего вы автоматом получаете рабочую визу и уже ищите работу. То есть это вот самый распространенный, наверное, и самый надежный на данный момент вариант для большинства людей, кто не через бизнес едет, а как специалист. Да и дальше, соответственно, есть варианты, как получить резидентство, то есть постоянный статус жителя, либо по баллам, либо через закредитованного работодателя, смотря что у вас приходит первым. Но есть еще вариант, конечно же, это найти партнеров, кто может получить рабочую визу. То есть, грубо говоря, вы с кем-то можете начать бизнес, но этот человек может вас сначала трудоустроить для начала, а потом уже вы там согласно договоренностям решите по долям компании или еще чего-то. Но это уже, конечно, сильная история на доверие, это нужно искать какие-то связи, знакомства, рекомендации и так далее. В общем, профессиональные категории, я буквально кратко пробежался, просто чтобы понимать, как в основном люди сюда приезжают. Теперь про бизнес, уже немножко подробнее. Значит, бизнес-эмиграция в Новую Зеландию существует как класс, то есть здесь есть вообще такой способ эмиграции официально. Он требует от 100 тысяч новозеландских долларов инвестиций, это примерно 600, наверное, сейчас или 700 тысяч американских долларов. Ой, прошу прощения, 60 или 70, естественно, тысяч американских долларов. Но по факту на деле я вижу, что этого мало. На самом деле нужно в 2-3 раза больше как минимум вложить для того, чтобы действительно получить бизнес-визу, потому что там тоже бальная система, она присуждается за разные-разные пункты. Но помимо денег, основа бизнес-эмиграции – это бизнес-план. То есть вам нужно обязательно показать, что у вас есть какая-то идея, у вас есть какой-то план, у вас была какая-то стратегия, вы ее придерживались, как говорится. Суть этой визы заключается в том, что вам ее дают, по сути, на 2 года, для того, чтобы вы запустили бизнес и начали его вести. Вы ведете его спокойненько 2 года, там красивенько собираете документы и все остальное, после чего показываете иммиграционным властям о том, что у вас все вот таким-то образом свершилось. И тут вот основной риск заключается. Согласно этой бизнес-категории нужно практически полное соответствие бизнес-плану. А как вы понимаете, в бизнесе, я думаю, что если люди собрались опытные с бизнесом, то по бизнес-плану идет примерно никогда. Ну, то есть всегда есть какие-то немножко вариации. Но за исключением тех случаев, когда вы приобретаете какой-то работающий бизнес, который с года в год показывает примерно стабильные и понятные истории. И вот такая вот индустрия покупки готовых бизнесов здесь прямо есть. То есть здесь есть и бизнес-адвайзеры, есть и бизнес-брокеры, которые занимаются продажей, покупкой бизнесов. То есть либо могут найти бизнес под вас, либо могут из тех, что есть сейчас бизнесов на продажу подобрать. То есть если вы выбираете что-то более стабильное, то есть условно, не знаю, кто-то хочет купить там отель, и отель из года в год показывает примерно какую-то одну и ту же историю, но не считая ковида и закрытия границ и всех остальных историй. Поэтому там тоже есть файлист, конечно. Но, в общем, идею, я надеюсь, вы поняли. Поэтому с бизнес-эмиграцией у нас на самом деле клиентов с тех пор, как ввели вот такую вот систему, у нас клиентов стало гораздо меньше, потому что она стала гораздо рискованнее и хлопотнее. Но, тем не менее, есть люди, которые проходят через это и успешно закрепляются. Тут зависит от того, чем занимается человек и что ему вообще нужно. Дальше иммиграция через инвестиции. Тут уже более как бы прозрачная с одной стороны история. Значит, такие инвестиции заключаются в сумме от 5 миллионов до 15 миллионов новозеландских долларов. То есть, грубо говоря, это от 3,5 до 12, наверное, американских долларов. Инвестиция делается на 4 года. Инвестиция может быть во много что. Она может в процессе меняться. То есть, это может быть в недвижимости, это может быть в бонды, это может быть в какие-то истории с акциями и так далее. То есть, много чего может подойти. Может быть, просто в какой-то тоже бизнес работающий. И вот от 5 до 15 миллионов, в зависимости от того, какой это бизнес, необходимо инвестировать на 4 года, чтобы здесь получить статус, ну, по сути, постоянного жителя. Основная сложность при этом всем. Нужно показать белые деньги. Ну, то есть, нужно показать, что все в белую, что все легально, что все налоговые отчисления сделаны там и так далее. И не у всех получается это сделать. Сразу говорю, да, но, тем не менее, если есть такая возможность, и такие суммы, то инвестицию в Новую Зеландию можно рассмотреть. Здесь есть, куда инвестировать такие деньги. Здесь есть, где получать из этого хорошую прибыль в том числе. Теперь немного про инвестиционный климат Новой Зеландии. Значит, здесь все устроено следующим образом. В каждом регионе страны есть свой венчурный фонд такой, где, ну, ангелы-инвесторы, грубо говоря, там, готовы вкладывать какие-то деньги. И они все, эти региональные фонды, они устраивают свои pitch nights, они все устраивают свои какие-то презентации. У них у всех есть свой пул стартапов, которые они тщательно отбирают, которым помогают готовиться там и так далее. То есть, вот, грубо говоря, если я как стартап, сейчас живя у себя там в регионе Атага, прихожу в местный фонд со своей презентацией, они говорят, готовы они за меня браться или нет, и готовы ли для меня собрать деньги среди их инвесторов. Вот. Они мне помогают сделать презентацию, там, подправить, доделать и так далее. Вот. И дальше уже меня представляют свои широкие публики и, ну, иногда не очень широкие. То есть, вот, допустим, чтобы было понятно, я живу в городе, где население всего 50 тысяч человек. По соседству есть еще один город побольше, где там 150 тысяч человек. То есть, у нас в регион, там, со всеми маленькими городами, там, не знаю, может быть, 250 тысяч набирается, там, в лучшем случае. То есть, у нас, ну, маленькая территория, грубо говоря. Вот. Соответственно, и инвесторов тоже здесь не так много. Нужно тоже это понимать. И у нас инвесторов, по факту, вот, на регион, ну, таких из активных человек, наверное, 150, может быть. Вот. А, ну, вообще, у них в пуле, там, что-то порядка 900, по-моему, человек, инвесторов. Ну, где-то 150, те, которые инвестируют. И средний чек, который здесь собирают на… Ну, они в основном вкладываются в ранние стадии. Средний чек собирают где-то 500 тысяч новозеландских. То есть, 350, грубо говоря, американских. Вот. Ну, бывает и больше, бывает и меньше, в зависимости, естественно. Значит, если я переезжаю в какой-то другой регион… Ну, то есть, регион будет настроен на то, чтобы показать, что здесь есть какие-то классные, интересные стартапы, да, что здесь у нас есть интересные фаундеры, бизнесы и так далее, чтобы, как бы, продвигать свой регион, престижность своего региона, качество жизни в своем регионе и так далее. Ну, вот. Но я, естественно, могу заниматься международным бизнесом. Ну, и, как вы понимаете, там, в какой-то локальный бизнес маловероятно, что будут вкладываться, потому что это немножко другая индустрия, да. Вот эти фонды, они пытаются сейчас сделать единую систему. Буквально вот на прошлой неделе, по-моему, или позапрошлой неделе они должны были запустить, я еще, честно, не проверил, но они мне обещали, что они запускают такую единую систему. Они купили какой-то все-таки продукт для того, чтобы сделать базу стартапов и базу инвесторов единую для всех вот этих фондов региональных. То есть на всю страну будет одна система, где можно будет просто посмотреть, какие есть сейчас варианты инвестирования, какие есть варианты сейчас стать стартапером, какие есть инвесторы, во что они вкладывают и так далее. И, собственно, принять решение, хочется здесь чем-то таким заниматься или все-таки нужно лететь в Дубай. Здесь есть, естественно, и бизнес-инкубаторы, и акселераторы, которые помогают, но они есть в паре-тройке городов только, в трех городах я знаю нормальные инкубаторы, в крупнейших городах это Окленд, Веллингтон и Крайсчерч. Чтобы вы понимали, опять же, размеры городов, самый крупный город в Новой Зеландии – Окленд, полтора миллиона жителей. А второй по размеру город и третий по размеру, они там до 500 тысяч не доходят. То есть вот примерно такого масштаба у нас города, и вообще в стране живет 5 миллионов человек всего примерно. Поэтому мы страна маленькая, но очень гордая птичка. В общем, есть бизнес-инкубаторы и акселераторы, которые помогают тоже стартапам развиваться. То есть за какие-то небольшие деньги они могут взять под свое крыло и двигать. Тех, которые бесплатно бы этим занимались, я, честно говоря, не припомню. То есть в основном все-таки они хотят только обезопасить себя и взять за это какие-то деньги, но они делают неплохую работу. То есть они, как правило, они очень избирательные, они не берут всех подряд, они зарабатывают больше не на этом, естественно, они больше зарабатывают на том, что получают потом проценты от продаж и так далее, ну, от непосредственно сбора денег среди инвесторов. Но, тем не менее, их работа я оцениваю на 4 балла, то есть из моего опыта общения с ними. Я ими не пользовался, может быть, зря в свое время, потому что начинал просто как зеленый цыпленок, почему-то зеленый, не знаю почему. Вот, и я думаю, что их опыт мне бы, конечно, пригодился. Но так получилось, что все проходил сам, свои шишки набивал. Еще один важный фактор, который нужно учитывать в Новой Зеландии, это вес репутации, потому что сторона маленькая, как я сказал, и здесь, ну, каждое просто знакомство, оно приводит... Я могу на премьер-министра выйти через одно рукопожатие, это правда. То есть здесь так работает. То есть если ты общаешься с кем-то, с людьми, ты, в принципе, очень близко находишься и с властью, грубо говоря, и с крупными инвесторами и так далее. То есть у нас здесь есть один фонд, который нас активно поддерживал. Это крупнейший фонд Новой Зеландии, Armillary Capital называется, и с его директором, менеджинг-директор этого фонда, я с ним встречался на озере Вонака, где у него есть свой holiday house. Мы с ним встречались, он в шортах, в тапках, в майке. Мы с ним сидели в кафе, пили кофе, то есть в такой абсолютно расслабленной атмосфере и обстановке. Вот этот человек, который управляет большими-большими деньгами в Новой Зеландии. Но с ним встреча абсолютно происходит как не просто с земным человеком, а он практически как такой добрый приятель, хороший знакомый. Это вот отличительная черта Новой Зеландии. Здесь люди не за статусом, за золотом, за какими-то такими внешними факторами, они не гонятся, они здесь очень на расслабоне. В общем, но вес репутации очень высок, потому что как ты себя проявил с одним человеком, это точно узнают все остальные. И в любой индустрии все друг друга знают 100%. То есть здесь легко, относительно легко, приехав, начать суетиться немножко, бегать, поработать ногами и головой и познакомиться со всеми ключевыми людьми и найти для себя все, что необходимо, все необходимые связи. Это и хорошо, и плохо, потому что если вы где-то накосячили, то тоже об этом знают теперь все. Поэтому важно, как себя преподнести, как себя продать в том числе. Ну и вообще, как вы понимаете, как себя продать, это одна из ключевых таких фишек, скажем так, развитого мира современного. Вот, пожалуй, и все. Если очень кратко про Новую Зеландию и меня в ней, и то, чего она предлагает, я теперь готов ответить на любые вопросы. Замечательно, Денис, спасибо огромнейшее. Да, мы уже познакомились более-менее с этим замечательным рынком. А скажи, пожалуйста, все-таки, если рассматривать вариант движения бизнеса туда. Первый вопрос. Какая фискальная нагрузка на бизнес в Новой Зеландии? Потому что это очень важно для понимания. И второе. Ну, наверное, все-таки какие-то минусы, которые ты видишь для развития именно на этой локации. Да, в Новой Зеландии есть такие рейтинги по удобству ведения бизнеса. И вот Новой Зеландия там занимает первое-второе место вместе с Сингапуром обычно. То есть во всем мире. Это говорит о том, что здесь бизнес вести действительно легко с технической точки зрения. То есть открыть бизнес очень быстро и легко. Но, опять же, если есть необходимый статус виза и все остальное. Открыть бизнес – это, не знаю, 5 минут через интернет и оплата карточкой сбора. Соответственно, налоговый номер также получить, просто галочку поставив во время этого процесса и так далее. Потом открыть счет в банке – тоже небольшая проблема. Тоже очень легко и за какие-то считанные минуты можно сделать. Ну и так далее. То есть все вот это делать просто. Очень легко работать с бухгалтерией. Есть свой вместо, ну, грубо говоря, вместо 1С известного. Допустим, здесь есть своя программа Zoro. Zoro, кстати, международная и применяется в очень многих странах. Я не знаю, может быть, и в Тубах знают Zoro. Это новозеландская, кстати, компания. Тоже новозеландский стартап в свое время. И сейчас это главная бухгалтерская программа для англоязычного мира, на самом деле. Для Австралии, Канады и Новой Зеландии точно. Вот. Значит, все очень легко вести, все очень четко, все подвержено логике. То есть, как правило, если у меня есть какой-то вопрос, а как сделать правильно, я думаю, блин, логично, наверное, было бы вот так. И я потом, когда перепроверяю это с бухгалтером или там с юристом, так и всегда и оказывается. То есть все подвержено логике, все четко работает и понятно. С налоговой вменяемой, с ней можно вести диалог. Если есть какие-то просрочки, еще что-то, можно попросить settlement, который просто... Ну, то есть settlement plan – это когда тебе просто разобьют оплату на несколько этапов каких-то. То есть просто объясняешь им ситуацию, показываешь свои projections какие-то, свои планы, сколько у тебя чего будет. И они тебе одобряют, говорят, да, окей, плати вот так-то, так-то. Вот, абсолютно в живом формате, опять же, онлайн просто связался, написал письмо, тебе ответили, договорился, подписались, все, и работаете дальше. Значит, теперь по налогам и всему остальному. Ну, вообще нагрузка, соответственно, финансовая вот на такую бюрократию, как бы там вообще минимальная. То есть 3 копейки ничего не стоит. Налоги здесь достаточно высокие. Здесь налог на прибыль 28%. Вот, 28% налог на прибыль для компаний. Для физлиц он здесь прогрессивная шкала налогообложения. То есть начинаешь от 10,5 до 39, но по факту, ну, то есть ты за каждый кусочек платишь больше налогов. То есть каждый кусочек своего заработанного все больше и больше от этого кусочка конкретно. В итоге там, ну, если доход от 180, по-моему, тысяч новозеландских долларов и более, ты за них все, что свыше 180, ты платишь аж 39% как физлицо. То есть поэтому многие открывают компании в Дубай, например. где-то ведут еще каким-то образом свою деятельность для того, чтобы такие дикие налоги, конечно, стараться не выплачивать. Ну, кто-то платит для кого-то, это нормально. Значит, что еще по цифрам, по таким важным? Ну, это, наверное, основное, да. То есть вот, в принципе, здесь... А, ну, НДС. НДС, местный GST, он 15%. То есть тоже он платится на все, что заработано внутри Новой Зеландии. То есть если я оказываю какие-то услуги вне Новой Зеландии, там, консультации, IT-услуги, там, что-то еще, я за это не плачу НДС. Вот. Но там подоходный, понятно, как всегда. Значит, в плане недостатков ведения бизнеса в Новой Зеландии. Маленькая страна и удаленная. То есть для кого-то неудобно работать по часовым поясам. Нужно смотреть, смотря как, ну, насколько для вас это важно и так далее. То есть вот созвоны в воскресенье в 6 утра могут быть ниндиковинкой. Не всех это устраивают. Вот. Кто-то у нас есть айтишники, ребята, которые работают по ночам, по сути, потому что у них там весь основной бизнес-процесс заточен под, там, условно, европейский часовой пояс, а это 12 часов разницы. То есть вообще ни туда, ни сюда. Если у нас 11 утра, у них 11 вечера. Все наоборот. Значит, и мы еще живем в будущем. Мы там одни из первых в мире, кто встречает этот мир и рассвет. Вот. Поэтому мы все время живем в будущем. Если что, я проверил, в будущем все нормально, можете жить. Еще где-то у нас все, сколько разницы, там, 10. У вас все будет хорошо. Значит, что еще из минусов? Да. Так как маленькая страна, здесь очень маленький, ну, потребительский рынок. Здесь конкретно внутри, да. Если вы делаете какой-то бизнес, заточенный на внутреннее население, ну, нужно понимать, что там зарабатывать здесь могут только, наверное, строительское, сельское хозяйство и все, что с этим связано. Вот. Все остальное немножко сложнее. Здесь есть условные даже стартапы, которые запускаются на местные, как бы, рынки и там какие-нибудь там, не знаю, вот недавно смотрел презентацию, ребята делают а-ля типа профи.ру, такого только для конкретных специалистов строительных, потому что здесь это супер востребовано. Новая Зеландия супер активно строится. Ну, извиняюсь, после Дубаев супер активно не подходит здесь. Новая Зеландия очень медленно строится, вот, но строится. Значит, есть ребята, которые делают такой стартап, да, где там специалистов можно харить, чтобы они там могли посчитать это все дело, сразу какую-то квоту выставить и прочее, вот, они пытаются делать это на местный рынок. Но, там, разговаривая с фондами, я понимаю, что фонды, ну, практически сразу говорят, что какие планы еще, потому что в Новой Зеландии сыт не будешь, если ты венчурный инвестор, им хочется сразу, естественно, расти гораздо быстрее, вот, двигаться иначе. Да, поэтому вот просто учитывать малый рынок. Здесь есть бизнесы, которые могут приносить хорошие деньги, но нужно понимать, в какую индустрию лезем. Денис, ну, вот, стандартный наш вопрос, что, соответственно, с русским паспортом? Насколько на него смотрят? Есть ли какие-то сейчас ограничения? Потому что в Дубае они есть, это объективно, как бы, заметно. Есть ли это там? И вдогонку, второй вопрос, те, кто уже релацировался, чем в основном занимается, вот, ну, русская комьюнити, которая уже сейчас в Новой Зеландии, скорее всего, сформировалась? Так, значит, по поводу паспорта. По поводу конкретно паспорта проблем особых нет. Ну, кроме того, что раньше удаленно разрешали открыть банковский счет, сейчас нужно все-таки для этого приехать. Вот, где-то в некоторые обменники почему-то боятся менять наличку с русским паспортом, но это единичные случаи, то есть почему-то не хотят какая-то, не знаю, инициатива на местах, мне кажется. Вот, в остальном все примерно то же самое, но получить визу теперь просто подольше, потому что больше проверок проходит человек, видимо, по спискам, видимо, еще по каким-то моментам заставляют заполнять там дополнительную анкету, грубо говоря, большую, то есть чуть больше проверок, но визы дают, как обычно дают, то есть я не вижу никакой дискриминации, я не вижу никакого ущемления, то есть только по делу все пишут. Не пишут, что из-за национальности, не пишут по каким-то еще вопросам, если и пишут претензии к кейсу, то по конкретным пунктам этого кейса. Вот, поэтому по паспорту особых проблем нет, но есть проблемы с банками. Банки Новой Зеландии не принимают деньги из России и в Белоруссии и не отправляют деньги в Россию и Белоруссию. И даже сейчас они отслеживают и медианные страны, скажем так, то есть условно, если мы хотим отправить из Казахстана, Новозеландский банк будет задавать много вопросов, откуда в Казахстане появились эти деньги. И если это российские деньги, они тоже, скорее всего, развернут это дело. Вот, здесь не было заморозок активов, насколько мне известно, я об этом не слышал, никого из граждан России или Белоруссии здесь не было таких проблем, живут, но я слышал, что приходят все равно с вопросами, чтобы показали легальность. То есть на всякий случай налоговая спрашивает, насколько все легально, такую проверочку устраивает. Тоже такой звоночек на тему того, что если что-то там найдут, то, может быть, и могут докопаться. Но если здесь сделать все легально и красиво, а здесь проще сделать все легально и официально, здесь реально это проще, чем что-то там выдумывать и крутить мутить. Поэтому и крутить мутить здесь вообще крайне не рекомендуется, можно похоронить свою убийзовую историю на всю жизнь. И в англоязычные стороны больше никогда не попасть, если здесь что-то сделать не так. Поэтому все официально нормально, все работает. Вот, наверное, и все. Всем занимаются наши соотечественники в Новой Зеландии в основном. Да, соотечественники. Значит, здесь по прикидкам примерным русскоязычных в целом порядка 20 тысяч. То есть это и Россия, и страны СНГ. Всего около 20 тысяч. То есть их достаточно мало. Вот, индустрии разные. Кто-то работает, довольно много людей работает, почему-то так получилось, с автомобилями, гоняют машины из Японии, свои автодилеры, ну, дилерские центры, свои там автосервисы и так далее. В общем, с автомобилями довольно много связано. Много связано со стройкой. Ну, потому что это выгодно, и наши это умеют. Вот, и, как правило, русские компании, там, или русскоязычные компании строительные, они на хорошем счету, у них все хорошо, но есть определенные проблемы у них с бизнес-моделированием. То есть они, ну, это, как правило, работяги, которые сами прошли своими руками, да, из самого, там, приколачивали джип, как это говорится здесь, то есть гипсокартон приколачивали, и постепенно росли там свои бригады, свои компании и так далее. То есть они, ребята, молодцы в своем деле, но как развивать и растить бизнес, они не знают. Это вот типичная история. То есть они упираются во что-то, зарабатывают хорошие деньги, живут в хороших домах, ездят на хороших машинах, отдыхают в хороших местах, но, как бы, дальше они не идут. Кто-то осознанно, а кто-то потому что не понимает, как это делать. Вот. Значит, кто еще есть? Есть пара русских магазинов. Пара-тройка, может быть, русский магазин. Но это такое уже нишевое. Вот. Ну, а остальные все разбросаны кто где. Конечно же, много айтишников. То есть айтишников много. Есть айтишные компании. У нас у самих есть айти-компания здесь в том числе. Это один из моих тоже других бизнесов. Вот. Много ребят айтишников, которые сюда приезжают, здесь работают на местные компании. Ну, вот айтишники – это прям прослойка. То есть здесь прям их довольно много. Потому что их здесь любят, им здесь хорошо платят, и им здесь в целом хорошо. Они здесь начинают заниматься кайтсерфингом, хайкингом, скайдайвингом и какими-то такими, сейлингом, такими вещами, которыми они почему-то не могли заниматься дома. Как бы здесь они могут этим заниматься. Здесь это доступно и удобно. Ну, и с удовольствием. И живут вот такой примерно жизнью. Ворчат потихоньку в соцсетях, делают свою работу и наслаждаются жизнью. Классическая жизнь айтишников в Новой Зеландии. Да, вот Алина хотела задать вопрос. Вижу, что привлекает внимание. Алиночка, пожалуйста. Да, у меня вопрос, Денис, на самом деле поподробнее про твой продукт и про вашу модель. Например, несколько металлов назад мы говорили про иммиграм, в связи с громкой историей, с их питчингом на слаж, и с шеймингом за красный паспорт. И вот, собственно, у меня вот такой вот вопрос. Иммиграм же тоже занимается помощью в иммиграции. Это же твоя ниша, твоя сфера. Вот ты можешь, пожалуйста, сравнить, что делают они, что делаешь ты, как ты хотел добавить себе технологичности, но потом от этого отказался. Расскажи, пожалуйста, подробнее про... Алина, маленько подзависла? Подвисла. Но вопрос, по-моему, понятен. То есть вот эта известная история, и чем отличается твой проект от того проекта? Да, значит, тут важное уточнение, что от технологичности мы не отказались. Мы, наоборот, продолжаем технологически развиваться и так далее. Просто мы это используем, по сути, как внутренний инструмент и внутренний сервис. То есть, ну, в смысле, он внешне... То есть у нас осталась CRM-система, которую мы используем для себя, Marketplace остался, онлайн-кабинеты, которые мы запускаем в этом году. Все это есть. Значит, просто не... Мы решили пока не устраивать на очередные раунды, то есть не собирать следующие инвестиции, потому что хотим пока двигаться на свои, потому что вот эти вот кризисы постоянные, которые по голове прилетают, мне надоели. Я очень много времени трачу в итоге на нетворкинг, питчинг, презентации и все остальное. И это очень сильно выматывает, вытягивает из меня все силы. Я хочу заниматься развитием бизнеса. Я понял, кто я. Я понял, что я человек, который хочет заниматься делом. Не торговать лицом и продуктом, как бы, что тоже, конечно, нужно для некоторых продуктов, но это не моя тема. Я люблю работать. Я люблю создавать реальные продукты и оттачивать их, отлаживать, работать с командой, работать с технологиями и так далее. То есть я немножко больше про это. Вот. Значит, чем мы отличаемся? Мы пошли изнутри. Мы пошли из самых таких, как сказать, это вот как строители, которые сначала работали руками и потом постепенно развились и прочее, и прочее. Вот примерно такая же история здесь. Наша модель основная заключается в том, что мы получаем комиссионные от учебных заведений. И большинство людей переезжают через обучение в наши англоязычные страны. Большая часть людей. В этом году, ну, я думаю, что уже в течение марта мы запускаем HR-направление еще. То есть еще помогаем людям переезжать через работу, через поиск работы. Мы там пляшем, собственно, от наличия вакансий и всего остального. То есть я уже все подписал соглашение со своими партнерами и так далее. Мы начинаем это тоже двигать более активно. Мы и так помогали с трудоустройством, но не делали это как бы на широкую ночь. Вот. То есть мы устраиваем людям реальные способы, как переехать. Мы не просто перепродаем консультации других иммиграционных адвайзеров, например. Мы реально помогаем людям приехать через учебу или там через поиск работы или что-то такое. То есть мы идем как бы из глубины этого процесса на самом деле. И основная монетизация у нас все-таки идет на этом. То есть мы, более того, мы 9 лет, наша компания не брала вообще никаких денег за наши услуги для клиентов. То есть мы консультировали бесплатно, мы оформляли визы бесплатно, мы все делали бесплатно. 9 лет. Потому что мы могли себе это позволить. У нас был как бы постоянный вал комиссии и всего остального, и мы все это делали таким образом. Когда от нас ушел последний инвестор, собственно, в начале прошлого года, мы переделали бизнес-структуру, мы ввели платные сервисы. Они стоят совершенно недорого, абсолютно доступных денег, но эти деньги позволяют мне быть спокойным за команду и содержать ее как бы спокойно. То есть платные услуги стали по консультациям, по оформлению в вузы, по подбору вариантов, поиску скидок и так далее, и по получению виз. То есть это вот ключевые как бы факторы. Соответственно, у нас есть всякие доп. продажи, то есть дополнительные какие-то опции, типа консультации с теми же иммиграционными юристами, то есть где мы просто по сути допродаем необходимый сервис каких-то еще специалистов, консультации с бизнес-брокером, если необходимо, еще что-то, еще что-то. То есть человек тут не переплачивает, он платит ту же сумму, но мы получаем комиссионные. То есть мы в принципе живем в основном почти везде на комиссионные. То есть либо это от вузов, либо от специалистов. Но так как мы формируем достаточный поток, и у нас очень хорошая виральность и нативный маркетинг, наши YouTube-каналы работают хорошо, мы хорошо себя зарекомендовали. Ну просто, чтобы было понятно, сейчас из русскоязычных, кто переезжает в Новую Зеландию, допустим, больше 50% едут через нас. То есть больше половины русскоязычного комьюнити, которое сейчас новое формируется, оно формируется через нашу компанию. И мы этого хотим добиться в Австралии, там в Канаде, в Великобритании, Ирландии, но в том числе и по другим рынкам постепенно. У нас еще второй рынок после русскоязычного, основной это португалоязычный, это бразильцы, и дальше двигаться в этом направлении. Мы знаем, как это делать изнутри, мы не создаем какую-то такую внешнюю только оболочку. Для нас важно ядро, которое мы делаем. И, собственно, тут нам помогает, естественно, и наш маркетплейс, и наша CRM-система. Наша CRM-система, просто мы раньше думали, что, может быть, мы ее будем как SaaS продавать другим агентствам, но поняли, что да, обойдутся. Мы лучше сами будем создавать конкурентный сервис, конкурентный продукт, и пользуемся этой CRM-системой самостоятельно. То же самое про онлайн-кабинет, который мы пока в бета-тестировании проводили для части только клиентов. Такая же история. То есть это такой кабинет, где люди могут пошагово просто увидеть, что им нужно сделать. То есть весь свой процесс увидеть по шагам. Нужно сделать это, загрузить это, ответить здесь на эти вопросы, потом шаг следующий. Молодцы, что прошли этот шаг следующий. Загрузите это, это, ответьте на эти вопросы и так далее, и так далее. То есть и так по шагам прийти к своему переезду. То есть у нас в основном такая история тоже для релакантов, но с очень продуманной глубиной. Вот как-то так. Надеюсь, стало понятнее немножко. Еще какие-нибудь вопросы или уточнения? Знаешь, вот появился вопрос. Ты сказал, что 50% у тебя лидов приходит из Ютьюба. На самом деле это по сегодняшним меркам достаточно большой процент. Много социальных сетей, Инстаграм, Фейсбук, Линкетин. Не знаю, сейчас Телеграм очень подрастает активно. Вот это 50% это процент, который сейчас стал снижаться или наоборот растет. И сколько ты инвестируешь в Ютьюб? То есть как это работает с точки зрения твоих затрат временных? Или у тебя есть какая-то команда, которая помогает тебе продвигать твой канал в Ютьюб? Значит, сейчас это не падает. Сейчас оно немножко рассредотачивается. Чтобы было понятно, грубо говоря, 60 с лишним тысяч подписчиков в Ютьюб. То есть это немного, естественно, в рамках Ютьюба. Но так как у меня это конкретно только на Новую Зеландию. Это чисто нишевая история. Но у меня есть такие же, как я, ребята в Канаде, в Австралии, в Ирландии. У них свои каналы. И у нас суммарно больше 500 тысяч уже охват. Соответственно, это таргетированные, четкие, настроенные люди, которым нравится эта страна, которые хотят поехать. То есть это потенциальные клиенты. Ну и, соответственно, бывает, что просмотров больше, чем подписчиков. Естественно, такое в Ютьюбе случается. Приходя в Ютьюб, люди подписываются на наши социальные сети. То есть есть люди, которые заполняют прямо анкету с Ютьюба сразу. Ну то есть у нас там под каждым видео можно заполнить нашу анкету, оставить заявку на консультацию. Такие есть и таких много. И вот одно время их было до 50%, там даже чуть больше 50%. Но сейчас их чуть-чуть размазалось, потому что они ушли в соцсети. Они сначала наблюдают за нами в соцсетях, в том же Телеграм-канале, который тоже очень быстро у нас растет на самом деле, там в Инстаграме где-то еще. Люди за нами следят иногда годами перед тем, как оставить заявку. Просто потому что это процесс такой. Это не купить трусы в магазине, как бы это серьезное дело. Переезд какой-то, нужна подготовленность, нужно знать, как это работает, нужно денег собрать и свои дела все закрыть и так далее. То есть нужно очень много работы проделать, поэтому заявку оставляют далеко не сразу. У нас вообще очень специфический бизнес в этом плане. Нам нужно дружить с клиентом долго. Но это не совсем правда. В сентябре прошлого года переезжали очень быстро и не сильно готовились. Но не к нам. Вот в том-то и дело. Потому что это можно было переехать в такие страны, куда виза не нужна, куда можно сразу переехать. Да, было такое. Но у нас количество заявок просто скакнуло в пять раз примерно, естественно. Ну, вообще, когда у нас в феврале сначала скакнуло в несколько раз, и потом в сентябре просто нас вообще добило это. Естественно, мы просто чуть с ума не сошли это все обрабатывать. Люди хотят, но люди, да, многие, естественно, не понимают, что это быстро не работает. То есть, грубо говоря, сам процесс может занять месяца три, чтобы визу получить. Поэтому у нас сейчас много людей, кто сначала релацировались куда-то, а потом откуда-то уже поедут к нам. Вот. Таких достаточно много, да. То есть, кому-то мы уже сделали визы, кому-то еще в процессе и так далее. Значит, что-то еще хотел на этот момент сказать. 500 тысяч у тебя подписчиков в YouTube. Есть возможность сразу перейти, ну, я так понимаю, что обратиться уже в компанию. Есть возможность подписаться на соцсети. И далее ты как бы отслеживаешь соцсети. Там тоже поддерживаешь активность. А все-таки вот сколько ты инвестируешь в YouTube для того, чтобы собрать такую аудиторию? Да, вот как раз хотел дополнить, что сейчас чуть-чуть размазалось. Сейчас людей, которые напрямую заполняют заявку, там, ну, почти 30% стало. То есть, было 50 почти процентов, сейчас почти 30%, которые заполняют заявку сразу с YouTube. Остальные уходят в соцсети, сидят там и потом заполняют через какое-то время. Ну, кто-то из YouTube заполняет тоже через какое-то время. Я говорю, у меня есть подписчики годами, которые смотрят, только потом обращаются. Значит, инвестирую в данный момент. У меня есть, по сути, два человека, которые мне помогают с YouTube. С двумя YouTube-каналами нашими основными. Ну, скажем так, у нас вообще структура разделана так. Я как бы главный по Новой Зеландии, а есть главный по Австралии, есть главный по Канаде, есть главный по Ирландии. У них свои YouTube-каналы, у них свои потоки, скажем так. А мы просто все это делаем под единым брендом. Я для них создал эту инфраструктуру, пригласил их в проект, и они как бы, как мои партнеры, теперь работают там. Конкретно для меня, то есть это наш основной канал Kiwi Education и мой личный YouTube-канал, у меня есть два человека всего. То есть это YouTube-продюсер и, ну, скажем так, монтажер слэш-режиссер. То есть тот, который помогает правильно скомпоновать и так далее. Ну и плюс, конечно же, я трачу свое время, потому что, как бы я не пытался делегировать кому-то написание там каких-то информационных выпусков или там что-то еще, лучше, чем я, все равно ни у кого не получается, потому что у меня здесь есть достаточно экспертиза внутри, а людей содержать... Я мог бы нанять человека здесь в теории, то есть так можно сделать, можно нанять человека здесь. Но в Новой Зеландии, это вот, кстати, специфика еще одной Новой Зеландии, мы тему найма удаленных сотрудников очень хорошо прощупали. И мы знаем, как это теперь с нами работает. То есть я раньше этого боялся, можно сказать, и не хотел это делать. У меня раньше команда была вся в Новой Зеландии, почти вся. Но потом, собственно, коллеги же мои, мой на тот момент главный партнер, она сказала, что давай попробуем под мою ответственность, мы возьмем удаленщиков в России и посмотрим, как они будут работать. Я был очень скептичен, это было много лет назад, то есть мы задолго до того, как это стало мейнстримом этим начали заниматься. Но в итоге мы пришли к тому, что все потрясающе работает, очень здорово, просто нужно правильных людей подбирать, которые к этому пригодны, которые знают, как работать удаленно, у них есть самодисциплина и все остальное. И у нас в итоге, как я говорю, один не очень счастливый человек в Новой Зеландии по деньгам, ну, так с такой, не очень зарплатой, равен четырем очень счастливым людям в регионах России. То есть если нанимать кого-то оттуда, гораздо получается выгоннее. Сейчас добавились Казахстан, Грузия и так далее. Ну, конечно, сейчас уже, наверное, не четыре, сейчас уже цены подросли, но, тем не менее, как бы все равно гораздо дешевле. И в итоге у меня вот таких два удаленных сотрудника. Продюсер, который помогает с компоновкой, с согласованием, с поиском гостей или еще с чем-то, ну и вообще как бы совсем с выкладкой и с прочим-прочим, то есть с формированием контентной сетки, вот, и монтажер, который как бы это монтирует. Раньше у меня был оператор здесь в Новой Зеландии еще до пандемии, потом он уехал, я пока нового не заводил, пока снимаю сам. Это тоже можно делать, благо сейчас любой нормальный телефон, любая камера за просто за 500 долларов, как бы вот все, ты уже сам себе оператор и ты можешь снимать уже нормальный контент, тот, который людям нужен. То есть важно просто структурно и контентно давать хорошую информацию, что мы и делаем, собственно. И мы там не переживаем, когда у меня там на какое-нибудь видео, может быть, там 5000 просмотров всего, и зато это целых 5000 реально потенциальных горячих клиентов. То есть это люди, которые из них большая часть может стать нашими клиентами. Поэтому YouTube работает отлично, инвестиции небольшие, суммы, ну грубо говоря, ну вообще все про все получается до, наверное, трех, трех с половиной тысяч долларов в месяц, вот так вот. Ну это получается оклады тех специалистов, которые тебе помогают, какого-то продвижения платного вы не делаете, то есть чисто органика в YouTube. Сейчас да. Мы точечно делали платные продвижения иногда, иногда в рамках соглашения с вузами, потому что мы иногда снимаем какой-то рекламный контент для вузов и предлагаем продвигать, но мы продвигали, опять же, не за свои деньги, то есть немножко как бы такой продуктивной хитрости, то есть мы приходим и говорим, что мы сейчас делаем, да, там про вас, но нам нужно продвинуть, мы готовы все деньги, которые вы нам дадите на продвижение, все их туда впулить, то есть мы не заработаем на вас, как бы, в смысле мы для вас только клиентов нагоним. Они дадут там, не знаю, 1000 долларов, и мы эти 1000 долларов впулили конкретных продвижений. Сейчас потому что, ну, YouTube стал же по-другому работать, да, и мы не можем его использовать как полноценную рекламную историю, ну, в смысле, такой инструмент для русскоязычного конкретного направления, мы его не делаем. В Бразилии пока делаем по чуть-чуть, как бы здесь не делаем. Поэтому мы очень точечно делаем под компании конкретные какие-то, ну, и, как правило, это тоже там небольшие деньги, это там 1000-2 долларов как бы в месяц на какой-то такой маркетинг. В основном это органика. И нам бы сейчас с тем, что мы генерируем, органически хорошо справляться, потому что команда работает, честно говоря, на пределе. Я расширяю команду, новые консультантов, пока их натренируешь, пока туда-сюда. То есть я поэтому сейчас не форсиваю немножко эти дела, чтобы сосредоточиться на качестве продукта. Слушай, ну, приятно слышать, что у тебя много работы, это классно. Мы, на самом деле, уже больше часа с тобой общаемся, не хочется тебя сильно как бы умотать в нашей встрече. Хочется, чтобы ты к нам возвращался, и мы могли с тобой еще общаться. Поэтому, Аленочка, если есть какие-то вопросы еще, давай зададим уже финальные вопросы, отпустим Денис с нами. У меня два небольших уточнения. Вот мы говорили всю эту историю про высокие налоги в Новой Зеландии. Твоя компания, Денис, где зарегистрирована? Ну, в Новой Зеландии или где-то еще? Да, да, в данный момент в Новой Зеландии. Но у нас есть несколько бранчей, на самом деле. У нас есть бранч и в Казахстане, у нас есть бранч и в Дубае. Там есть определенные свои пока заморочки с этим делом, но пока основная компания в Новой Зеландии, да. И последний вопросик от меня. Ты говоришь, что очень много русскоязычных людей приезжают через твою компанию. Вот за минувший год, по твоим ощущениям, сколько русских приехали в НЗ? Ну, тут нужно понимать, что у нас Новой Зеландия открылась только в августе прошлого года. То есть мы были закрыты все это время из-за пандемии. Такие вот у нас правительство придумало приколы и правила, чем убило несколько индустрий практически на повал. Ну, живем с тем, что имеем. Значит, приехало сейчас пока немного. Ну, то есть сейчас пока это какие-то там, не знаю, может быть, две-три сотни человек с августа. То есть кто-то по рабочим визам, кто-то по каким-то еще, кто-то через учебу. То есть пока, наверное, вот две-три сотни всего человека, потому что поток только восстанавливается. Вообще в целом русскоязычных здесь едет порядка от 800 до 1000 человек в год. Ну, нет, неправда. Если говорить про все визы, это по студенческим визам. Если говорить про все визы, ну, где-то в два раза больше. То есть где-то полторы тысячи, может быть. Полторы-две тысячи вот в год едет русскоязычных сюда. Супер, спасибо. Ну, и заключительный, но традиционный вопрос из Дубая. А что там с криптой у нас в Новой Зеландии? Как относится к ней? Легализовано, нет? Какие там есть возможности работать с криптой? Да, все легализовано, все нормально. То есть крипта, как обычный способ, ну, там, обменники или даже P2P и все что угодно. И все это спокойно, открыто работает. Налоговая разрабатывает сейчас технологии для того, чтобы четче мониторить, чтобы люди отчитывались за доходы, полученные от крипты, потому что это тоже должен быть доход декларируемый. Но в целом это как еще один банковский аккаунт, грубо говоря, еще один источник какой-то денег, тебе нужно объяснить. То есть по бухгалтерии проводить все как есть. Говорить, что это за то-то, это за то-то, это за то-то, и все. Поэтому крипта нормально работает. Можно оплачивать в магазинах или услуги какие-то оплачивать? Или все-таки это для онлайн каких-то платежей? Пока нет, да. Пока это не пришло. То есть какие-то такие прям совсем хорошие вещи к нам, современные, к нам приходят с запозданием. То есть Новая Зеландия сначала долго смотрит на весь мир. Пока большим людям и большим компаниям на Новую Зеландию не сильно интересно ориентироваться, потому что они, ну, как бы понимают, что сторона маленькая, и сюда не лезут. Ну, там условно Икея здесь не открывалась много лет, да, там есть в соседней Австралии, и вот только сейчас они планируют открыться. Или уже открылись ли? А, уже, по-моему, открылись. Ну, в общем, короче, вот-вот. Но они долго сюда не приходили, потому что, ну, не было в планах, типа, рынок маленький, неинтересно. И вот такая же история с современными технологиями, то есть не все сюда приходит сразу. То есть нужно либо, чтобы появился какой-то человек-энтузиаст. Здесь реально просто от одного человека зависит очень многое. И, может, человек-энтузиаст, который захотел это сделать и сделал, либо просто время пришло, но чуть позже, чем в остальном. Поэтому оплаты криптой пока где-либо я, честно говоря, не видел. Может быть, где-то уже и встречается, но я пока не встречал это повсеместно как-то. Ну, и если, соответственно, собираться к тебе в гости, то нужно подавать документы на визу. То есть в аэропорту тебе визу не выпишут. То есть нужно готовиться к этому заранее. Это занимает обычно сколько там? Две-три недели для прохождения процедур. Это может занять два-три месяца. Да, потому что сейчас перегружено. Ну, страна была закрыта долгое время. И сейчас много людей, большой поток. Ну, и у нас отвратительный был менеджмент в текущем правительстве. У нас выборы в этом году наконец-то. Мы ждем смену. В Новой Зеландии настоящие выборы. Здесь действительно можно кого-то выбирать. Это очень радует. Значит, по процедуре два-три месяца это будет, скорее всего. Да, а не две-три недели, к сожалению. Но зависит от паспорта. Есть ряд стран, для которых сюда есть безвизовый въезд. То есть туда, допустим, относятся страны, такие как Израиль, Латвия, Литва. Ну, там, понятно, все развитые страны. Но если это гражданство России, Украины, Белоруссии, Казахстана или других стран СНГ, то да, это вот два-три месяца. И нужно еще пройти то еще испытание бюрократическое, чтобы доказать, что ты едешь с чистыми намерениями. Ну, тогда, значит, будем ждать тебя в Дубае. Скорее, как бы, приезжай к нам, пообщаемся здесь. Я думаю, что мало кто сейчас готов, как бы, да, на два-три месяца, как бы, закладываться по оформлению документов. На самом деле, спасибо огромнейшее. Мы действительно узнали очень многое, многое про эту замечательную страну. Я думаю, что определенную галочку поставили. Кто-то, соответственно, вдохновился. Кто-то просто сравнил с теми условиями, которые здесь есть. То есть пока вот для меня, скажем так, счет 1-0 в пользу Дубая с точки зрения налогового режима, с точки зрения лояльности по ведению бизнеса, акселератором и так далее, все-таки скорее 1-0. Ну, как бы, это мой субъективный счет. Я абсолютно согласен с этим. Если вы хотите именно, если ваша задача зарабатывать деньги, ваша задача сейчас активно суетиться в хорошем смысле, много работать, хороший капитал заработать, какую-то большую компанию построить, конечно же, для вас как бы вообще весь, ну, вся инфраструктура, вся атмосфера будет лучше в Дубае. Сто процентов вообще без вопросов. Вот. Как я в начале самой презентации написал, Новая Зеландия, это вот там зачеркнута была работа, инвестиции, бизнес, это стиль жизни. Сюда приезжают, чтобы здесь жить. Отсюда ты можешь создавать уже какую-то суету в меру возможностей, каких-то ограничений дистанционных и так далее, да. Но, по сути, здесь сюда едут только для того, чтобы здесь хорошо жить. Здесь классный климат, здесь классная природа, здесь классный лайфстайл, здесь очень дружелюбные, улыбчивые люди, здесь очень инклюзивное общество. То есть здесь вообще общество экспатское, по большому счету. Здесь все иммигранты, кто-то раньше, кто-то позже. И, соответственно, гуляя по своему району, я слышу постоянно там немецкую, французскую, испанскую и какие-нибудь еще речи. И все считают это место домом. То есть здесь нет такого ощущения, что здесь временно. Здесь нет такого ощущения, что ты здесь чужой гость или еще что-то. Ты здесь дома. Я здесь реально просто дома, несмотря на то, что я иностранец. Я не Киеви, не новозеландец. Я абсолютно иностранец. Но здесь так много иностранцев, что это дом для иностранцев. Поэтому это место для жизни. И это место, возможно, для тех из вас, кто уже набегался, денег назарабатывался и хочет спокойно жить. Возможно, вот в этом случае. Или для тех, кто хочет, чтобы семья его спокойно жила в комфортных условиях, а он уже будет заниматься отсюда каким-то бизнесом, наверное, все-таки международно-дистанционно. Это тоже возможно. Отлично. Отлично. Тема в конце нашего с тобой обсуждения. Стоит подумать, задуматься о стиле жизни, соответственно, комфорте семьи. Но как бы про бизнес. Тогда приезжай к нам в Дубай, пообщаемся здесь лично, на нашей площадке. Будем рады тебя видеть. Спасибо огромное за ту информацию, которую ты дал сегодня. Ребят, ну, мне кажется, на этом стоит уже Дениса отпустить. Алина, согласна? Да, да, конечно. Денис, большое спасибо за классное выступление. Спасибо, что пригласили. Давайте. До встречи, до встречи. Все, счастливо. Всех благ. Пока-пока. Так, все, ребят, продолжаем общаться. Это была такая обязательная наша программа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова